Село Гойты, 2005 год. Синим цветом обозначено место, где, согласно оперативной информации, находились главари бандитского подполья. Красным обозначен контрольно-пропускной пункт, место службы Сергея Чернякова. В 1991 году он поступил в отряд милиции особого назначения. Пару лет спустя, выполняя задачи в зоне осетин-ингушского конфликта, ему приходилось общаться с жителями Чечни. Вы посмотрите на меня, смотрим на него там обычный пастушок такой, да? Ну и что ж тебе необычного? Он говорит, а вы посмотрите на меня через пять лет. В 1993 году Сергей переехал в Анапу. В отделе милиции по расследованию убийств возглавил группу захвата. В середине 2000-х написал рапорт и отправился в полугодовую командировку. Почему? За несколько минут, как говорит он, сам не объяснить. С одной стороны, ностальгия по чувству локтя, боевому братству. С другой, вера в собственные силы. На фотографиях содержимое выявленных тайников с оружием и боеприпасами за кадром по-настоящему опасное задание. Все вот эти вот дикие гуси, которые говорят, да мы сейчас там поедем, да мы сейчас там повоюем. Ну и в таком ключе, вся вот эта бравада, она заканчивается, наверное, при ощущении первых выстрелов. Вот тогда, когда ты не просто мозгами, а всем, наверное, всеми клеточками своего организма чувствуешь, что ты находишься в прицеле. В чьем-то прицеле. Вот. И вот здесь не просто мурашки бегают. Константин Келесиди служил срочно во внутренних войсках. В 1999 году оказался в Дагестане, куда из Чечни прорвались террористы. Провел на передовой 4 месяца. Этого, по его словам, хватило, чтобы пересмотреть жизненные приоритеты и ценности. Однажды взяли высоту. Начальство всем объявило благодарность. Шальная пуля ранила товарища, отскочив от брони. Чудом остался жив. А когда колонна попала в засаду, погибли десятки бойцов, в том числе земляки. Все очень быстро. Ты пока поймешь, что происходит. Быстро попадали, с брони попрыгали. Что-то взрывается, что-то горит. Потом уже начали более осознанно. Да, перестроились, начали отбиваться. А Эдика и командира разведки по Лиде, их тела потом нашли. Их еще раненых добивали. Пацаны еще живы были. И для меня самое тяжелое было, когда я демобилизовался. В тот же день, я только с автовокзала пришел на квартиру домой, и его отец ко мне пришел. Расскажи мне, как погиб твой сын. Вот этот момент я никогда не забыл. По словам ветеранов, ценность любой человеческой жизни неизменно велика. Самая главная победа – избежать войны. Однако, если столкновение неизбежно, то, как в знаменитом фильме, есть такая профессия. Александр Ребека Михаил Григорьев, Анапа. Регион.